добрый день дорогие ребята сегодня мы продолжаем читать эту удивительную книжку и сегодняшняя сказка будет про кота и про лису посмотрите какие яркие красивые картинки здесь котик здесь лисичка яблочки на яблоне здесь у нас скворечник и здесь пирожки и шанишки в корзинке лежат а сейчас приступаем к сказке слушайте внимательно и запоминайте все жил-был мужик у этого мужика был кот только такой баловник что беда надоел он ему до смерти вот мужик думал думал взял кота посадил мешок и понес в лес принес и бросил его в лесу пускай пропадает вот ходил ходил и набрел на избушку залез на чердак и полеживает себе а захочет есть пойдет в лес птичек мышей наловит на еста дозы то и опять на чердак и горе ему мало вот пошел от гулять а навстречу ему лиса увидела кота девица сколько лет живу в лесу только зверя такого не видывала поклонилась лиса коту и спрашивает скажите добрый молодец кто ты такой как ты сюда зашел и как тебя по имени величать а кот скинул 6 и ответил зовут меня кота фей иванович я из сибирских лесов прислан к вам твои водой ах кота фей иванович говорит лиса я знала не знала я про тебя не ведала но пойдем же ко мне в гости кот пошел к лисице она привела его свою норку и стала почивать разной дичинкой а сама все спрашивает кота фей иванович женат ты или холост холост а я лисице девица возьми меня замуж кот согласился и начался у них пир до веселья на другой день отправилась лиса добывать припасов а кот остался дома видите как они живут весело и дружно бегала бегала лиса и поймала водку несет домой а навстречу ей бог стой леса отдай водку нет не отдам но я сам от нему а я скажу кота фей ивановичу он тебя смерти предаст а кто такой кота фей иванович разве ты не слыхал к нам из сибирских лесов прислан боевода кота фей иванович я раньше была лисица девица а теперь нашего боеводы жена нет не слыхал елизавета вас его а как бы мне на него посмотреть о кота фей иванович у меня такой сердитый кто ему не по нраву придется сейчас съест ты приготовь барана да принеси ему на поклон барана то положи на видное место а сам схоронись чтобы кот тебя не видел а то брат тебе туго придется волк побежал за бараном а лиса домой идет лиса и по встречался ей медведь стой леса кому утку несешь отдай мне ступай-ка ты медведь по добру по здорову а то скажу кота фей ивановичу он тебя смерти предаст а кто такой кота фей иванович а который прислан к нам из сибирских лесов воеводов воеводов воеводою я раньше была лисица сестрица а теперь нашего вода воеводы кота фея ивановича жена нельзя ли посмотреть его лизавета ивановна у кота фея ивановича у меня такой сердитый кто ему не приглянется сейчас съест ты ступай приготовь быка видите когда лисичка хитрая сестричка поймала гуся несет теперь его домой и волка обманула и медведя тоже что же было дальше сейчас мы знаем ты ступай приготовь быка а принеси ему на поклон говорит лисица да смотри быка то положи на видное место а сам скоронись чтобы кота фея иванович тебя не увидел а то тебе туго придется медведь пошел за быком а лиса домой вот принес пол барана ободрел ободрал шкуру и стоит раздумывает смотрит и медведь везет везет с быком здравствуй михайло иванович здравствуй брат левый что не видел лисицы с мужем нет михайло ивановича самый дожидаюсь а ты сходи как не позови говорит медведь волку не не пойду в михайло иванович я не поворотлив ты лучей 2 нет не пойду брат левым я мохнатый косолапый куда мне вдруг откуда не возьмись бежит заяц волки медведь как закричать на него поди сюда скорее косой заяц так и присел уши поджал ты заяц поворотливый и на ногу спор сбегай к лисе скажи что медведь михайло иванович с братом леваном ивановичем давно уже готовы ждут тебя где с мужем с котофеем ивановичем хотят поклониться бараном добыком заяц пустился к лисе во всю прыг а медведь и волк стали думать где бы спрятаться медведь говорит я полезу на сосну а волк ему говорит а я куда денусь ведь я на дерево не влезу схорони-ка меня куда-нибудь вот видите волк у нас спрятался под кусты под траву под деревья а медведь забрался на дерево медведь спрятал волка в кустах завалил сухими листьями сам влез на сосну на самую макушку и поглядывает не идет ли котофеем иванович с лисой заяц мишкин прибежал к лисичьей норке медведь михайло иванович с волком леваном ивановичем прислали сказать что они давно ждут тебя с мужем хотят поклониться вам быком да бараном ступай косой сейчас будем вот и пошли вот с лисою медведь увидел их и говорит волку какой-то воевода-то котафей иванович маленький вот сейчас же кинулся на быка шерзи рошел начерва мясо зубами и лапами а сам урлы чуть будто сердится медведь опять говорит волку не велик да прожорлив нам четверым не съесть а ему одному мало пожалуй он и до нас доберется захотелось и волку посмотреть на котофея ивановича да сквозь листья не видно и начал волк потихоньку разгребать листья вот услышал что листья шевеляться подумал что это мышь да как кинется прямо волку в морду вцепился когтями вот перепугался вскочил и давай утекать а кот сам испугался и полез на дерево где сидел медведь ну думает медведь увидел он меня слезать то было некогда вот медведь как шмякнется с дерева обзим все печенки отбил скачил да и наутек а лисица вслед кричит бегите бегите как бы он вас не задрал с той поры все с двери стали кота бояться а кот с лисой запаслись на всю зиму мясо и стали жить да поживать и теперь живут видите как кот бросился в листья листья разлетелись и прямо в волка вцепился а мишка с испугу убежал далеко вот такая сказка всего вам доброго ребята подписывайтесь на канал и пишите комментарии до свидания